Всем привет! В настоящем обзоре мы рассмотрим две модели перчаток Клинч. Это модель 238 красного цвета. Здесь у нас представлена 10-юнцовая пара перчаток. И модель 227-12юнцей с двойной застёжкой, с двойной липучкой. Сейчас мы поговорим конкретно, чем хороши и чем плохи перчатки данной марки. Во-первых, стоит сказать, что перчатки Клинч – это сегмент бюджетного спортинвентаря. Начиная от суммы 1900 рублей, можно подобрать себе пару надёжных, крепких, хороших. Пусть не всегда с точки зрения дизайна и эстетики. Хорошо выглядящих перчаток. Но, тем не менее, это отличный рабочий вариант для новичка, только что пришедшего в зал. А теперь поподробнее возьмём перчатки 238 модель. Из этих двух представленных вариантов мне они больше нравятся. В первую очередь, исполнением. Сейчас я подробнее расскажу об этом. Но есть, конечно же, у модели существенные недостатки. Первое, да, что мы смотрим формы перчаток. Очень напоминают гринхиловские перчатки Айбовского стандарта. Ну, в общем-то, они подходят для детей, для подростков, для любителей. Здесь есть композитная вставка, которая не позволяет, которая смягчает силу удара. То есть, кулак не дожимается до конца. Довольно-таки перчатка плотно сидит на руке. И вот я могу сказать, что именно вот эти перчатки, они больше всего подходят для подростков, ну, либо для спортсмена, обладающего небольшой узкой ладонью. Даже вот моя маленькая ладонь здесь еле-еле уместилась. А если учитывать, что руки будут затопированы в бинтах, то, естественно, это будет какое-то мучение, а не тренировка. Это первый момент. Второй момент. Вот этой модели 238 по внутренней стороне идет вот такая вот подушечка, прям по контуру. Она, я понимаю, для чего, в общем-то, сделана, да, для того, чтобы было удобнее сжимать кулак, как, например, на... Вот, если сравнивать, да, там, с моделями из более дорогих сегментов, твинс, у них такая вставочка идет, полоска, либо там на снарядных перчатках тайтл, как раз такая жесткая полоса уже, жесткая проставочка, на которой так и написано, «Hit it hard», сжимайте это сильнее. Здесь же, опять, да, если рука забинтована, если перчатки тесно, вот этот момент, он, ну, я считаю, несколько усложняет, да, процесс сжатия кулака. Хотя вот в целом сейчас, да, без бинтов перчатка сидит хорошо. Первый момент, да, здесь у нас есть еще маленькая, ну, большой палец у нас закреплен небольшой такой вот перемычечкой, я уверен, что через определенное время она оторвется, ну, как это бывает, например, с многими моделями лековских перчаток, раньше, да, там, нет-нет, через пару тренировок вот эта перемычечка слетает, ну, неважно, довольно-таки. В принципе, перчатки сидят довольно хорошо. И здесь они вот, если их разработать, они как-то дадут хорошую возможность уложиться в удар, сжать клалок. Вот здесь вот, да, да, вот еще, кстати, что стоит сказать по клинчам, у них, то ли это зависит от оборудования, на котором изготавливаются эти перчатки, то ли от самих условий труда. У них есть такой большой минус, это такая асимметрия изделий, да, вот здесь вот это прям чувствуется. Вот эти две подушечки, здесь на правой перчатке она более выпуклая, здесь больше материала было использовано, задействовано на внутренние перчатки, а на левой перчатке у меня такая более тонкая, более легкая проставочка. То есть, ну и это хорошо ощущается. Сейчас я вам покажу на 227 модели, чем, как ярко проявляются эти характерные для производства особенности. Вот две перчатки, казалось бы, они должны быть более или менее идентичны, если не совсем идентичны. Но посмотрите на размер, да, здесь, например, у нас на этой перчатке, во-первых, какая-то она деформированная, сдавленная, возможно, это бракованная, попалась бракованная изделия, хотя вот это всё только-только привезённая, купленная. Но здесь мы видим как раз такой вот уплощённой формы перчатка, совершенно новая. Здесь же она гораздо меньше, компактнее и лучше выглядит. В этой модели 227-й исключены некоторые, ну так скажем, вот эти вот минусы, здесь уже нет подушечки. Здесь вот такая вот проставочка, небольшая, да, идёт, полоса. В принципе, вот как на, то, о чём мы говорили, на твинсовских перчатках. Далее, что здесь ещё сделано, для лучшей фиксации производитель снабдил перчатки двойной липучкой. Но могу сказать, что вещь такая уж принципиальная, что вы не сможете, что вам будет недостаточно одной липучки, но тем не менее, да, особенность у перчатки такая. Второй момент. Здесь они сделали две перемычки на большом пальце. Первая, это вот эта вот маленькая, и зачем-то, то есть она здесь, в принципе, от неё можно отказаться. И вторая, да, это вот здесь как раз, как на твинсовских перчатках, большая перепонка. В общем-то, её это и достаточно. Дополнительная резиночка здесь стоит у нас, и, соответственно, такое большое вентиляционное отверстие. Тоже, в принципе, неплохо. Вот мы застёгиваем перчатки. Здесь большая подушечка у нас такая, да, под ударную часть кулака. Кулак также, перчатка также со вставочкой, которая смягчает силу удара и не позволяет до конца дожимать кулак. Хотя, со временем, вот я уверен, что если мы разработаем, опять же, да, всё это будет, ну, гораздо легче сделать, чем на тех же Гринхиловских перчатках, которые использовались раньше на соревнованиях. Что ещё? Ну вот, если взять, естественно, вторую пару, вторую пару, вторую перчатку, то здесь я опять могу сказать, что вот по ощущениям, вот это вот, да, это явно бракованная вещь. Там внутри такие ощущения, что где-то, где-то наполнитель выходит. Сорванный, так. Вот момент. Такой момент. Что ещё можно сказать в целом про перчатки Клинч? Вообще, эти изделия, эти перчатки, я считаю, что хороший вариант именно для новичка, для подростка, для школьника, который только начинает заниматься боксом, возможно, для ребёнка. Вот как и первые перчатки на первый год, два обучения. Вот. Затем уже, естественно, нужно брать более серьёзные варианты. В целом же, в целом же, эти 238-ые перчатки, модель 238, более эргономичные, более продуманные с точки зрения, во-первых, ударной части. Здесь слишком уже 227-ой, вот эти вот новые переборщили, я считаю, на мой взгляд. Снабдить перчатки вот такой вот большой подушечкой, да, под ударную часть кулака. Ну и, соответственно, да, по исполнению здесь у нас у перчатки более компактная форма. Опять же, да, подчёркиваю, что они довольно-таки тесно и для широкой ладони, для широкой руки вряд ли подойдут. Эти перчатки уже такие, ну, скажем, всеразмерные. Вот. В целом, в целом, мои предпочтения остаются у модели 238, тем более, что и по развесовке есть варианты и 12-юнцовые, и по цветам синие. Вот. Здесь так же. двойная липучка задумка интересная, но, опять же, да, считаю, что это не столь существенно для перчаток иметь двойную липучку, тем более, что это отнимает лишнюю там долю секунды на застёгивание, расстёгивание. Будете выбирать перчатки и клинч обязательно, прежде чем брать после примерки, например, со стенда в магазине, осмотрите то, что вы берёте уже в упакованном варианте, потому что, ещё раз подчёркиваю, не первый раз, когда мне попадают своё изделие с явным браком, с явной асимметрией, которая не то чтобы бросается в глаза, с которой работать невозможно на тренировках. Всем спасибо за внимание, хороших тренировок и, естественно, тренируйтесь в хорошей, надёжной экипировке. Продолжение следует...